Ранним утром 1 апреля на газон нового уфимского футбольного манежа вышли десятки юных спортсменов. Молодые футболисты и их тренеры приехали из разных районов Башкирии, чтобы поучаствовать в мастер-классе от звезд российского футбола. Аккуратно, аккуратно, пас, давай. Разворачивайся. Образовательный семинар-фестиваль «Урок футбола» – часть большого совместного проекта «Газпромбанка» и Российского футбольного союза «Футбол в школе». Занятия для воспитанников секций и спортивных школ провели бронзовый призер чемпионата Европы по футболу Дмитрий Сычев, двухкратный чемпион России в составе локомотива Руслан Пименов, двухкратная чемпионка России Елена Терехова, победитель юношеского чемпионата Европы Алексей Гасилин и чемпион мира по пляжному футболу Борис Никоноров. У нас есть задача, чтобы дети полюбили футбол, чтобы дети занимались активно спортом. На сегодняшний день площадки спортивные, они существуют практически только на школьных территориях. Поэтому футбол, если он будет возрождаться, как массовый футбол, как мы хотим его видеть, он будет возрождаться на школьных площадках. Не обязательно они будут профессиональными футболистами. Они будут болельщиками, они пойдут в какую-то сферу работы, которая связана с футболом или спортом. Самое главное, чтобы они полюбили спорт, полюбили футбол. Громче! 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 Скоро мячи полетели в ворота, а зал наполнился громкими наставлениями тренеров. Для них еще за день до встречи команда проекта «Футбол» в школе провела семинар, на котором наставникам рассказали, как зажечь интерес к футболу в детях. Саня, что куча бегает? Давай, отходите, отходите, куча не бегает. Давай, давай, еще, еще пока силы есть, можно, можно еще двигаться. Мы обыкновенные учителя, и нам нужно повышать свой уровень. Такие семинары, они полезны. Теории много было. Все это мы применяли на практике, то есть сами учителя. Даже вспомнились давно старые приемы, которые вообще были забыты. Огромное спасибо проекту. Хорошая информация. И очень качественно была она до нас донесена вчера. Такие подобные мероприятия, они тысячу раз мотивируют нас, как педагогов. Для детей здесь тем более такой прекрасный фестиваль. Когда футболисты хорошо разогрелись, то пришло время для настоящей тренировки. Каждая команда по очереди выходила на поле, чтобы сойтись в игре с именитыми спортсменами, которые взяли на себя роли играющих тренеров. Спортивные много ребят, это очень радует. Это, значит, прибавили за год. Сейчас мы видим, ребята стали более координированные, более умненькие в этом плане. И перспектива очень хорошая у нас. Ну, наверное, лет через 10 мы точно должны будем увидеть результат. Потому что эти дети как раз будут вырастать, попадать в футбольные секции, а кто-то будет уже подписывать первые профессиональные контракты. Звезды футбола сыграли более 30 небольших матчей с молодыми футболистами и их тренерами. И не каждая победа оставалась за профессионалами. В разговоре же с нами они отметили, что футбол может оставить важный след в жизни человека. Учат помогать на поле друг другу и играть друг за друга. Это очень пригодится в жизни. Взаимопомощь, взаимовыручка, плюс характер воспитывается, амбиции, потому что ты играешь в футбол для того, чтобы выиграть. Спортсмены, они волевые люди. Это сразу чувствуется по манере общения. Поэтому спортом надо заниматься, и всех призываю, особенно футболом, потому что футбол – это номер один. За два дня в мастер-классах фестиваля «Урок футбола», который был организован Российским футбольным союзом и Газпромбанком, приняли участие около 600 детей со всей Башкирии и их учителя. Завершился фестиваль автографами и памятными фотографиями. А сам праздник еще долго будет вдохновлять подрастающих спортсменов. Егор Полторыхин, Виталий Федотов, Сергей Ямаев и Рузиль Насибулин, телеканал ЮТВ.